Щас будет покруче, чем на Китанике! А может, не надо? Что сейчас из себя представляют игры на телефоне? Графоны, экшн-драйв, взрывы, 4К-нэкстен, консоль в твоём кармане! Чего тут только не завезено! Вот, например, вор, робот! История про парня, который ворует роботов! Блин, не то, сори! Война роботов! Они роботы, и они воюют! На, тварь! Получай по фейсу, падла! Мультиплеерные битвы огромных человекоподобных роботов под партой! В автобусе, на горшке, на саммите большой восьмёрке, где угодно! Мэкмарик и чё-то там... Роботы, закупаем роботов! Я оставил ссылку на игру прямо внизу, под видосом, чуть ниже полоски лайков. Вот тут, видишь? Нажми, будь человеком! Уже качаю! К чему я это всё? Когда-то при словах поиграть на телефоне в уме всплывали совсем другие образы. Нет, ещё раньше. Ещё раньше! Не-не-не, это уже совсем далеко ушли. Задолго до появления первых игруль для мобилок существовала ультра-популярная игра для домашних телефонов, которую можно считать прародителем всех сабвей-сёрферов, джетпак-джойрайдов и прочих Endless-раннеров. 25 лет назад балом заправлял телевизионный тролль Хьюго, более известный в России как Кузя. Имя, созвучное со знакомым всем домовёнком, выбрали, скорее всего, по той же причине, по которой Хьюи из Утиных Историй у нас превратился в Билли. Ну, знаете, Хьюго, Хьюи. Кому-то, видимо, в этих именах слышится именно такое. Тогда уж и Хьюго-босс давайте называть Кузя-босс. Так или иначе, Кузя, то есть Хьюго, то есть Кузя, то есть Хьюго, впервые появился в 1990 году в Дании, предложив для той поры невероятный формат интерактивного телешоу, участвовать в котором можно сычуя дома и тыкая в кнопочки на телефоне. Если игроку повезло дозвониться в передачу, то в прямом эфире он мог на глазах у целой страны играть в, по сути, настоящую компьютерную игру. Так, выходит, Кузя ещё и стримы предсказал? Домашние компы тогда ещё не были столь распространены, игровые приставки тоже являлись не самым дешёвым удовольствием, поэтому детишки с упоением наблюдали за экшном в телеке и пробовали дозвониться с разрешением или без разрешения родителей. Звонки, разумеется, были не бесплатными, а само шоу, благодаря своей интерактивности и продвинутости, било все мыслимые рекорды ТВ-рейтингов, что хорошенько озолотило создателей Кузи и открыло ему дорогу к покорению других стран, включая Россию. Говори слово вперёд, и игра начнётся! Вперёд! Тогда сложно было в это поверить, но система игры с помощью звонков и правда работала без задержек. Телеантенна, как ни странно, даже сегодня передаёт сигнал намного резвее того же цифрового ТВ или сетевого кабеля. Технология стоимостью в 100 тысяч долларов позволяла превращать телефонный звук клавиш тонового набора в команды для управления персонажем. Всё решало мастерство игры и качество приёма телесигнала. Не нужна нам даже ванная джакузи, когда есть программа «Позвоните Кузи». На отечественные экраны Кузи ворвался лишь спустя 8 лет после его дебюта в Дании, уже под конец 90-х. Причём российское шоу было максимально простеньким и дешёвым в сравнении с зарубежными аналогами, где передачу разбавляли новостями из мира видеоигр, и где уже в 95-м году для прямого эфира была использована анимированная 3D-модель Хьюга в качестве ведущего. В наше время выглядит, конечно, не очень, но в 95-м году это было очень круто. «Позвоните Кузи» Русская версия уже одним лишь своим названием призывала зрителей скорее хватать трубку и лихорадочно набирать циферки. «Позвоните Кузи» Это крутой маркетинговый ход, но можно было пойти ещё дальше и добавить в передаче слоган «Позвоните Кузи» Или он сделает это сам. Посреди глубокой ночи Прорвав мёртвую тишину своим звонком И стоит вам добежать до телефона На другом конце будет лишь глубокое дыхание Дыхание ваших родных, которых он терзает в своём Кузи-мате Ахахахаха Ахахаха Нет, правда, позвоните Кузи. Игровой процесс в Кузи в целом требует от игрока лишь вовремя нажимать прыжок вниз, влево или вправо, используя кнопки с цифрами на телефоне Говорят, что некоторые с тех пор так и не переучились на АВСД и рубятся в современные шутеры, используя телефон в качестве джойпада Сам же Кузя во время передачи с помощью закадрового актёра общается с игроком и зрителями в реальном времени Будто он и правда существует по ту сторону экрана Ты не хочешь поменяться со мной местами? Эй, Кузя, как насчёт смотреть не на меня, а на дорогу? Ты слишком доверяешь мне свою жизнь Я ведь могу и не успеть нажать на прыжок У меня задержка, Кузя, алё, на дорогу смотри, слышишь? Алё? Тебя кто играть учил? Я тебе покажу, Кузькину мать Кузя? Нет, блин, Евгений Вольнов Хех, ну ты тролль Козни герою строит злая ведьма Сцилла Возжелавшая вечно быть молодой и красивой И типа такое возможно только если постоянно находиться рядом с Кузиной женой Которой, между прочим, 180 лет Я не знаю, как это работает Ведьме приходится постоянно похищать эту троллиху И не знаю, смотреть на неё сквозь клетку Или что она там делает с этими беднягами Она ведь ещё и детишек до кучи берёт Хотя технически никакие они не детишки Им от 20 до 50 лет Так что в принципе всё законно Не считая того, что их держат в заложниках Кузьма Я за тобой наблюдаю Сука 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 Не смотри на меня За прохождение нескольких уровней Набор определённого количества очков Игрокам дарили призы Копии игр про Кузю для домашнего ПК И... Новые домашние телефоны, чё? Кнопочный телефон в подарок Наталье От нашей программы Компьютеры и консоли становились доступнее И концепция игры через звонки из домашнего телефона плавно становилась частью истории Однако Кузя был намерен продолжать свой путь И тогда Они стали в безмерном количестве Появляться на прилавках Минуя телеэфир И представляя из себя более дешёвую альтернативу Крэшу Бандикуту Марио, Гарри Поттеру И даже Хидео Кодзиме Трёхмерные аркады, гоночки, околофутбольчики Обучалочки, развивалочки И прочее, прочее, прочее Всего было выпущено где-то около 9000 игр И если этого вам вдруг не хватало То вы всегда могли наклепать Ещё сотню другую игру в официальном конструкторе Однако, несмотря на обилие тайтлов И попытки выйти на рынок США Дела у Кузи после закрытия телешоу Шли всё хуже и хуже Добро пожаловать на Кузин стрим Сегодня мы будем собирать Донаты на джакузи для Кузи Ну что, подонатили потихонечку? Права на франшизу переходили Из одних рук в другие Сотрудников компании сокращали И казалось, что уже можно петь панихиду по троллю Но в 2012 году Кузя снова встал на дыбы Установившись успехом Angry Birds Новый правообладатель вернулся к истокам И начал выпуск игр для телефонов Пускай уже и для совсем других На своей родине во многом Благодаря ностальгическому эффекту Хьюго быстро возглавил чарты загрузок в App Store И пускай идея о всемирном успехе Была отложена в Дании Рогатого тролля по сей день знают и любят И даже снимают о нём полнометражный мультфильм Который носит весьма ироничное название Кузя Худшее в мире возвращение Но будет ли оно действительно худшим А главное, когда наконец в стиме Появятся старые игры про Кузю Время покажет, а пока ставь лайк Подписывайся на Кузя Алло, Кузя, это опять ты? Слушай, это уже не смешно Ты мне мешаешь реально Алло, Кузя, это ты? Чё за фигня Кто мне там названивал? Оу Привет, Кузя Слушай, такое дело Извини, что из-за меня тебе пришлось попасть в тот капкан Я обещаю, что больше никогда не буду фейлить в играх про тебя Только не подходи ко мне Нет, не надо Так Так Эй, там ещё не все уснули?